Итак, вы заходите в TeamDesk со своего телефона, наводите экран телефона на QR-код, происходит считывание и система вас перекидывает на заполнение мастер-класса. Если вы провели мастер-класс онлайн формата, вам необходимо здесь выбрать именно онлайн мастер-класс. То есть у нас есть два формата, это онлайн мастер-класс и мастер-класс, который вы проводите через оффлайн, как когда у вас аудитория находится в классе, где и вы. Итак, сначала мы рассмотрим, как вносить онлайн мастер-класс, информацию по онлайн мастер-классу. Когда вы заходите, вы здесь увидите всего лишь четыре нужно вам заполнить здесь поля, важных поля. Первое это категория, если вы нажмете на список, то у вас отразятся шесть категорий, вам необходимо будет галочку поставить и категория здесь сохранится. Далее это продукция. Здесь вы прописываете продукт, который вы использовали, все парфюмерные воды, все духи, все ароматы, какие вот вы используете, что вы тут использовали. Так, и таким образом категорию выбираем, да, и прописываем продукцию, всю которую вы использовали. После этого, как только вы прописываете, прописали продукцию, вы переходите и заполняете количество участников. Сейчас, например, мы продукцию с вами пропишем. Туалетные воды. Напишем разные. Количество у нас было, к примеру, шестнадцать. И я загружаю, два способа есть. Загрузить фотографию, да, с вашего мастер-класса онлайн формата. Либо вот перейти в фото камера, и когда камера открывается, и вам вот, ну вот, например, вы проводите вебинар, здесь же сфотографировали. И таким образом очень быстро уходит информация по вашему мастер-классу. Либо загрузить из галереи. То есть нажимаете, у вас перекидывает система вашу галерею, и вы загружаете фотографию из галереи. Зачастую бывают, что очень сейчас современные гаджеты, да, телефоны, у которых очень большое расширение фотографий. И будет долго грузиться информация по мастер-классам. Поэтому я рекомендую либо сжать перед отправкой скрина, да, из галереи, когда выбираете сжать фотографию. Либо вот использовать фотографию фото с камеры. Еще можно что сделать, когда вы сделаете скрин на экране, то, соответственно, на экране своего телефона, то, соответственно, как правило, у скрина пониже расширение, и вы с легкостью подгрузите информацию, то есть фотографию, да, к информации по мастер-классу. Когда все поля заполнены будут, вы вот вверху здесь есть, видите, нажимаете кнопочку send. Нажимаете на нее, и информация, видите, обрабатывается. Информация уходит в компанию. Сейчас у нас подождем. Все. Информация ушла в компанию. И если у вас еще есть, сейчас нужно и по пятой компании, да, и по шестой внести мастер-классы, еще есть мастер-классы онлайн либо оффлайн формата, вы также нажимаете, например, онлайн мастер-класс, да, переходите. Здесь у вас уже автоматически остается категория, которую вы выбрали последний раз, меняете на необходимую вам, и здесь вносите информацию по мастер-классу, проведенному через онлайн. Если вы проводите, да, в дальнейшем будете проводить мастер-классы оффлайн формата, когда ваши участники будут присутствовать с вами здесь, да, в одной комнате, здесь необходимо будет заполнить побольше полей. Смотрите, первое, это также выбираете категорию, прописываете продукцию. Если, например, у вас есть представитель, вы здесь прописываете номер вашего представителя на мастер-классе. Если, например, не представитель, а клиент, то, соответственно, имя клиента прописываете. Чтобы продукты были протестированы, ставите галочку, ну галочку. Далее, например, если вот конкретный клиент, либо представитель уже на мастер-классе готов к покупке, тоже ставите эту галочку и подгружаете фотографию вашего клиента, либо представителя. И эта информация отправляется также в ваш личный кабинет. Вот, собственно говоря, таким простым способом, нажимаете потом кнопочку send, да, таким простым способом вы загружаете всю информацию, вся информация будет у вас по вашем мастер-классе в ваших личных кабинетах. Вот, я желаю вам успешных мастер-классов, которые вам, безусловно, принесут результат, ну и, соответственно, я желаю вам, чтобы ваш бизнес процветал. Продолжение следует...